МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Всестороннюю поддержку обещал Акимобласти семьям погибших горняков на шахте Саранская. В Караганде ожидается усиление ветра и понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Выходные службы ЧАЭ спасли более 50 человек. Карагандинцам стоит готовиться не только к понижению температуры, но и к обильному снегопаду. Такую погоду обещают синоптики. Зимние стихии противостоят коммунальщики, которые немедленно вступили в снегоборьбу. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков побывал в семьях погибших горняков шахты Саранская. Родным и близким погибших глава региона выразил соболезнования и пообещал оказать всестороннюю помощь. Напомним, при обрыве подвесной дороги на шахте Саранская погибли 33-летний Мирам Жан-Испаев, 56-летний Эдуард Лесников, 57-летний Мурат Нурмагомбетов и 52-летний Михаил Патин. У самого молодого горняка Мирама остались двое сыновей в возрасте одного года и трех лет. У погибшего Мурата Нурмагомбетова остались дочери. Эдуард Лесников был вдовцом, он воспитывал в одиночку сына. У четвертого погибшего шахтера Михаила Патина остались двое сыновей. 13 и 14 ноября состоялись похороны шахтеров. Эдуард Лесников работал горно-рабочим подземного участка стационарного оборудования. Родные и близкие вспоминают о нем как о человеке-слово, который всегда протягивал руку помощи в тяжелые минуты. Проводить его в последний путь пришли друзья и коллеги. Он прошел Афганистан, у него характер такой жестковатый, насчет того, кому он слабинку или еще что, никогда не даст. За работягу, как он за него, это уже было, всегда заступится. Ну, когда с начальством нюансы какие-то мелкие вот эти вот бывают, то всегда он, ну как, плечо в плечо работали, я за него, он за меня. В 64-м, мы не один год вместе работали. Кто знал, что вот так вот резкостью получится? Никто не знает, у каждого человека своя судьба. Как говорится, Афганистан прошел, все прошел, а здесь вот так вот получилось. Как стало известно из выступления министра по инвестициям и развитию, Жениса Касымбека, семьям погибших рабочих выплатят по 10 годовых заработных плат. Также им будет оказана дополнительная помощь. Без материальной помощи не останутся и пострадавшие, заверил министр. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В связи с ухудшением погодных условий участились дорожно-транспортные происшествия. За прошедшие выходные силами оперативного спасательного отряда ДЧС Карагандинской области было спасено более 50 человек. Подробности в материале Ларисы Хусаиновой. 12 ноября в 40 километрах от города Каркаролинск сотрудниками ДЧС Карагандинской области из снежного заноса было эвакуировано три человека. В этот же день в Абайе на 920-м километре автодороги Казаларда-Павладар произошло столкновение автомобилей марки BMW и Audi. В результате ДТП пострадали и были госпитализированы в клинику имени Макожанова два человека. Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области с помощью гидравлического инструмента из автомобиля BMW был освобожден человек. Также 12 ноября в городе Тимиртау на 1050-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург произошло столкновение автомобилей марки ВАЗ-2112 и ЗИЛ. В результате ДТП пострадали и были госпитализированы в центральную городскую больницу города Тимиртау два человека. В автомобиле марки ВАЗ-2112 был зажат человек. Пострадавшего освободили с помощью бензореза. 11 ноября 16-12 сотрудника ДТП по ЧС Карагандинской области, а также служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДТП по ЧС в составе 4 человека личного состава и одна из техники из изолированного снегом временного вагончика села Бесуба Каркаралинского района, Бесубинского сельского округа. Это относится вообще к району карьеры АЛАЙГР. Его эвакуировано 3 человека. 13 ноября в районе села Курлус съехал с автодороги автомобиль марки Ауди. На место ДТП была направлена одна единица техники и 5 человек личного состава оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили водителя автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи. 14 и 15 ноября в Караганде ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Спасатели просят водителей не выезжать на дальние расстояния в темное время суток. Лариса Хусейнова, Жакслуик Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские коммунальщики приступили к борьбе со снегом. Снегоуворочные машины работают практически на всех улицах шахтерской столицы, а также майкудуки, пришахтинские и сортировки. Улицы и тротуары чистят не только с помощью техники, но и вручную. Какие участки очищают коммунальщики в первую очередь и почему, выясняла Аймамрина. Ежедневно в очистке улиц от снега участвует порядка 130 единиц техники и около 150 рабочих. Сотрудники КГП благоустройства работают днем и ночью. Первым делом они очищают центральные улицы, по которым следует общественный транспорт. Уборка центральных улиц и тротуаров не прихоть, а необходимость, заявляют коммунальщики. Своевременная очистка снега гарантирует бесперебойное курсирование общественного транспорта. Чистятся все полностью дороги, однозначно. Просто первыми изначально чистятся дороги на тех, на которые ходят автобусы маршрутные. Для того, чтобы людям доставить всех на работу с утра пораньше, чистятся с первой маршрутной дороги, потом остальные поперечки и проезжие части. Между тем, дворовые территории и частный сектор в список очищаемых участков не попадает. Там должны работать КСК или сами владельцы жилья, подчеркивают коммунальщики. На балансе предприятия благоустройства числятся 92 единицы техники. Для полной очистки всех участков им не хватает 40 самосвалов. Несмотря на это, горожане уже оценили улучшения на улицах Караганды. Вот никогда такого не было, чтобы вот, ну, именно снег выпал и сразу же техника вышла. Вот в этом году очень доволен. Вы часто едете? Очень часто. В городе чище, ну, просто выпали осадки большие. И за счет этого коммунальные службы, наверное, успевают все чистить. А так чистят дороги центральные, чистят. В целом мы довольны. Мы-то не местные, но, в принципе, никаких привлеканий нету, нормально. Ну, работают службы, везде, как бы сказать, пробки. Не знаю, стараются, скорее всего. Работу коммунальщиков осложняет непрерывный снегопад. Этой зимой, по прогнозам синоптиков, осадков будет больше, чем обычно. Работники КГП благоустройства обещают стараться. Кроме снега они также очищают тротуары от наледей и посыпают их песком. В день только лишь с территории города коммунальщики вывозят порядка 200 машин со снегом. А.М. Амрина, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Шахтинске задержана 39-летняя женщина, которую подозревает в расчленении сожителя. Тело молодого мужчины было не только расчленено, с него были аккуратно срезаны мягкие ткани. Останки погибшего были найдены на балконе подозреваемой. Женщина взята под стражу, начато досудебное расследование. Жуткое убийство произошло 10 ноября в Шахтинске. Странные пакеты на балконе подозреваемой заметил первым один из соседей. Он вызвал полицию. По подозрению в убийстве полицейские задержали неработающую 39-летнюю хозяйку квартиры. В той же квартире проживала ее дочь с малолетним ребенком. Правоохранительные органы выясняют причастность к преступлению. Погибшему мужчине было 30 лет. Он выпускник детского дома. По словам соседей, сожители часто ссорились и скандалили. По факту обнаружения останков в городе Шахтинске проводится досудебное расследование по ст. 99.1 Уголовного кодекса Республикска Росстан. Средственно оперативным группам УВД города Шахтинске установлено и задержано 39-летняя жительница города, которая возговорена с длительностью. В настоящий момент обстоятельства выясняется. Продолжаем выпуск. 25-летие независимости Республики Казахстан, 25-летие закрытия Семипалатинского ядерного полигона и 70-летие со дня рождения выдающегося деятеля кино Ураза Рымжанова. Эти даты послужили поводом для встречи заслуженных деятелей Республики, режиссеров и продюсеров. В Карагандинском кинотеатре Саржайлау состоялся показ документального фильма про Семипалатинский полигон. Ураз Рымжанов – кинорежиссер, кинооператор и продюсер с большим стажем. Работал на киностудии «Казахфильм». Был первым секретарем Союза кинематографистов Казахстана. С 1992 по 1996 годы работал председателем госконцерта госкинокомпании «Казахкино». Ураз Рымжанов снял более 60 документальных фильмов. «Хроника тихого села», «Вторая профессия», «Симфония осенних гор» и другие. Одна из самых ярких работ кинорежиссера – фильм «Полигон». За него Ураз Макадович получил государственную премию Республики Казахстан. События, которые были в Семипалатинске, помнят многие. Фильм показывает всю трагедию 20 века. Ураз Рымжанов посредством своего фильма оставит в памяти казахстанцев всех пострадавших в этой катастрофе. Член Союза кинематографистов СССР Ураз Рымжанов начал съемки фильма о ядерном полигоне Семипалатинска в 1989 году. В его трудах более 60 документальных фильмов, которые получили международное признание. Это еще Советский Союз, это еще оборонная промышленность в руках Москвы. И представляете, там очень много архивных съемок военного промышленного комплекса. Из чего это ему стоило, чтобы добиться разрешения, вернее, получить доступ к этим материалам. Но, однако, он этого добился. За годы жизни Ураз Рымжанов был удостоен множества наград. Кинорежиссер стал лауреатом государственной премии Республики Казахстан. Был награжден орденом Курмет, удостоен общенациональной премии Тарлан. Кинотеатр Саржейлау совместно с Управлением молодежной политики области и юношеской библиотеки имени Бектурова проводит цикл мероприятий, посвященный 25-летию закрытия Семипалатинского полигона. Лариса Хусынова, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В последнее время число активных блогеров в Карагандинской области уменьшается, ведь сейчас очень трудно найти подход к современной молодежи и увлечь их чем-либо. Какие существуют правила для блогеров и кто такие блогеры, расскажем в следующем репортаже. Многие опрошенные на вопрос, как развивается блогерство в Казахстане, отвечали за труднения. Ведь на сегодняшний день в нашей стране блогерство только набирает обороты. Сейчас в области ведут свою работу не более 20 блогеров. Конечно, для нашего региона эта цифра небольшая. Поэтому, чтобы развить такое направление среди студентов шахтерской столицы, сотрудники молодежного ресурсного центра решили провести БЛИЦ-опрос и узнать, кто такие блогеры и что вообще думает об этом течении современная молодежь. Мы бы хотели провести анализ и в целом выявить, вообще студенчество, молодежь, жители знают ли о блогерстве. И эту лазейку, это направление мы бы хотели дальше пропагандировать. Блог – это интернет-журнал событий, некий онлайн-дневник. Блогеры оперативно работают во всемирной паутине, периодически рассказывая о событиях. Сотрудники молодежного ресурсного центра серьезно заинтересовались решением проблемы развития блогерства в Караганде. Ведь с помощью блогов горожане, а также молодежь могли бы узнать больше информации о программах государственной поддержки, познавательных мероприятиях и о многом другом. Блогерство в нашем городе очень, так скажем, хромает, действительно требует больших усилий. Это действительно было замечено молодежным ресурсным центром нашего города, что вот уже в этом году проводится второй слет блогеров. Это вот именно проводится с той целью для информационного оснащения нашей молодежи именно в пространстве реализации государственной молодежной политики. А вообще вот кто такой блогер? Блогер – это в первую очередь креативный человек и человек, который занимается именно освещением, так скажем, не новостей, а именно каких-то событий, описывает их. Именно описывает их, получается, как человек, который пропустил это через себя и который все это прошел на практике. По словам профессионалов, блогером может стать любой желающий. Блогеры оперативно работают во всемирной паутине, информируют, оповещают своих читателей. Блог – это публичный дневник, где каждый может высказать свое мнение. В последнее время так называемый публичный дневник с комментариями стал чуть ли не самым популярным, когда речь заходит о новациях в интернете. 16 ноября в стенах Карагандинского государственного университета состоится второй по счету слет блогеров, где будут обсуждаться все плюсы и минусы блогерства. Асель Сазамбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цирк приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Особенно, если это интересный и веселый цирк. На этот раз в Караганду приехал московский цирк с программой «Я иду, шагаю по Москве». Артисты подготовили множество сюрпризов. Что именно ждет горожан, расскажет Асель Сазамбаева. Цирк всегда был и остается любимым местом взрослых и детей. Московский цирк собрал самые интересные номера, опасные трюки акробатов и веселые представления с животными. На этот раз впервые на арене Караганды выступил Арынгутан Соня. Юная артистка делает только первые шаги, но уже успешно помогает ей в этом заслуженный артист России Владимир Сопрыкин. В цирк артист пришел 37 лет назад. Владимир Сопрыкин начинал клоуном, затем жокеем, а после занялся дрессурой. «Ей всего лишь, она еще молоденькая, ей всего 4 годика, она только начинающая артистка, и у нее идут первые шаги в цирке, как бы на поприще артистки». «А в чем лучше именно работать с капитаном?» «Ну вообще сложность дрессуры, она заключается в том, что терпение, терпение, терпение и любовь». «А агрессия у нее нет?» «А агрессия, все зависит от того, как ты воспитываешь. Вот, поэтому вся агрессия снимается на первоначальном уровне. Вот то, что у нее природой заложено, то, что можно там укусить, все это на первом этапе идет воспитание, когда только получаешь, как говорится, себе. Для меня они уже как дети, поэтому ребенка ты получил, ты его воспитываешь как своего родного». Акробаты выполняли номер на опасной высоте, заставляли публику замирать от волнения. Также перед карагандинцами выступили воздушные гимнасты, жонглеры и веселые клоуны. Выступление артистов пришлось по душе зрителям. После каждого номера по залу проносился шквал оваций. А вот что же запомнилось самым маленьким зрителям. «Смешные клоуны, и как одна девушка, она летала и делала всякие шпагаты там. Мне очень понравилось, ну, самое начало, то, что там девушка вот так вот там летала. Мне больше всего понравилось, как там хаски и животные всякие, обезьяны, они исполняют трюки. Я жду, например, когда выйдут медведи, ну, а так мне все понравилось. А вот что вы хотите? Ну, вот как они сейчас танцевали, акробаты». Цирковое шоу отличалось своим разнообразием номеров и настоящим профессионализмом. Цирковая труппа пробует у нас до 4 декабря. Представления проходят по субботам и воскресеньям в 16.00. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. Второе поражение подряд потерпели карагандинские хоккеисты. Минувшую субботу на своем поле Сарарка играла с казанским барсом. Итог матча решила лишь одна шайба, заброшенная в третьем периоде. Итоп встречи 0-1 в пользу хоккеистов барса. Вот уже более месяца карагандинский клуб Сарарка находится на вершине турнирной таблицы чемпионата, занимая первую строчку попеременно с клубом ТХК из Твери. 12 ноября у карагандинцев был реальный шанс вновь вырваться вперед. Для этого надо было в основное время обыграть одного из аутсайдеров сезона «Казанский барс». Стоит отметить, что в четырех проведенных ранее между собой встречах четыре победы одержала Сарарка. Но в пятом матче «Фортуна» отвернулась от карагандинцев. На 45-й минуте Эдуард Васильев потащил шайбу в зону Сарарки и удачно забросил ее в ворота. 0-1. Этот счет продержался до конца матча. Ребята сегодня ловили шайбу на себя. Именно так охарактеризовал игру своей команды наставник барса. Он поблагодарил команду за самоотдачу. Отдельная благодарность вратарю. Отдельное спасибо вратарю. Характер заключался в том, что ловля шайбы на себя сегодня один из компонентов, наверное, основных в этой игре. Команда соперника очень много атаковала, очень много бросала. И с нашей стороны было очень много блокированных бросков. То, что выиграли сегодня и завоевали три очка у лидера чемпионата. Это очень важно и для психологии команды, и для дальнейшего. Главный тренер Сарарки поздравил соперника с победой и рассказал о главной причине проигрыша. Большие претензии к нападающим. Предупреждали, что чистые моменты, чистые броски этот вратарь ловит. На протяжении прошлого чемпионата мы играли с нефтянетом Альметьевским. То есть знали этого вратаря, готовились. Все, что просили, они не выполнили. Закрывать вратаря, где-то лезть на пятак, больше внимания уделять. Все броски, они были практически чистые. И этот вратарь видел. Неумолея достойный соперника, который хорошо сегодня оборонялся. Ноги броски не доходили до ворот. Так что будем этот компонент работать, потому что за две игры ноль голов. Лидер чемпионата, как коллега сказал, такой непозволительный, когда еще игра 5 на 3 практически не создали более-менее опасных моментов. Будем смотреть, делать выводы, как говорится. И принимать решение, кто достоин места в составе, а кто нет. 14 ноября карагандинские хоккеисты играют с клубом «Саров» из одноименного города. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сау Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова